всем привет хочу сегодня рассказать о решении такой проблемы как лопнувший патрубок интеркулера на reno scenic дизельный мотор значит вот у нас в месте крепления к коллектору и было несколько вариантов решения проблемы то есть первый это купить новый за более чем 100 долларов второй вариант взять бушные с разборки это тоже не дешево и при этом у нас не было вообще никакой гарантии что этот патрубок отходит хоть какой-то нормальная какой-то нормальный пробег решили пойти по третьему варианту именно отпилить поврежденный участок и просто заменить его алюминиевой гильзой и силиконовым переходом при этом все это обжать хомутами в конце видео дам подробный чертеж деталей ну и также смотрите описание под видео ставьте лайки дизлайки ну радуйте меня или пока сейчас будем сюда интегрировать кусочек трубы с силиконовым патрубком переходным двумя метрами и все будет хорошо так может принесли фонарик нет фонарик нет я чем свечу сейчас я говорю такого чтоб поставить и был так сидела одевать и сюда и водить да и посмотреть как он сядет вот так вот и потом и этим и вот этим отжимается хомутом да все шаг войн шикарно значит а вот эта сторона а блять видишь все равно здесь надо отрезать этот кусочек новый отрезать паша мыши сюда не затянем смотри мы можем вот так вот одеть вот она будет это блять вот как раз замечательно для для стеки отрежем и куда нужно отрезать я имею душу придется резать на машине до вас на машине ножовочка отрежем аккуратно по стену тяпку я переживаю что пластик в трубку летит пластик трубку летит значит если мы с разным тряпку и надо бы потом ее аккуратно вынуть да я пусачку блять это проволочка так забьем завтра есть я вот так вот примерил вот так получается то есть вот у нас по трубочек четко сел вот отрезали так сейчас покажу слезай товарищ так вот он у нас сейчас мы подрежем трубу немножко вот так вот отрубили по трубку кусочек то есть вот от него кусок сейчас сюда внутрь вставим трубку алюминиевую и ну и в принципе тут трубка алюминиевая одеваем силикончик на силикончик купленный вот хомуток хомутик это все обжимаем для чего нужна алюминиевая трубка вот здесь для того же просто не раздавила вот этот поток он и он такой пласт пластмасса такая эластичная как бы вот она блин я не знаю фокус на видесь она играет немножко чуть-чуть за счет этого получается сюда внутрь вставить эту алюминиевую обойму ну и потом это все тут обжимаем сюда то стандартный хомут ты тоже здесь плотно сильно не зажмешь что вот это вот сама байда на тоже пласт пластмассовая такая хлипкая но все в принципе не очень такое крепкая мы все и потом будет пробный пуск посмотрим как заработает а вот это наши куски старого патрубка это часть и вот то что часть которая пилили тоже тут это все над ломалась это добро так масло конечно кидают до хера все да уплотнее дальше не то да немножко идет еще я знаю пару человек которые которые могут его сюда дотолкать пузатенько посмотри аж патрубок тут раздала немножко думаешь видишь ну да он его чувствую эту трубку здесь в россии не будем больше не как конечно не нахуй там же фаска нормально ну да ну все же папа фаска просто здесь его не прорвало блять так ну тогда все сейчас вот это добро там даже видно блять где ему край давай я подержу или положи его как-то блин или два его так сделаем давай так и направление его наверное девушку меньше мешал так суббол был не вот сюда с этой сне болт с этой дата меня сюда так одеваю да да пока сюда а мы же не отметили а у нас тут бортик начида сегодня вот здесь да она сейчас изнутри как он там вот она торчить можно сразу закрутить пока она у нас руках тело до хрена как бы можно уже вот так вот считая его по краешку ставить да и крутить сейчас я беру за плечом как влитой даже не шип а если газу даже или она у тебя на колостом вообще не виситая для данного ремонта мы использовали переход прямой силиконовый внутренний диаметр 45 миллиметров и 51 миллиметр если в дюймах это 175 дюйм и 2 дюйма для втулки использовали трубку алюминиевую 40 миллиметров диаметре принципе все хомуты это подбираются